Сегодня выпуски. 755 пострадавших в результате январских событий алматинских предпринимателя уже получили возмещение ущерба. Аким города отчитался главе государства о мерах по восстановлению и развитию мегаполиса. Ставка утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику в Казахстане будет снижена в половину. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Все подробности далее. Плюсы от смягчения карантинных мер уже ощутила на себе туриндустрия. В республику вновь потянулись иностранные путешественники, прибывших только за последнюю неделю уже свыше трех с половиной тысяч. Сумма выплат пострадавшим предпринимателям по упрощенному механизму увеличено до 10 миллионов тенге. Срок рассмотрения заявок сокращен в два раза с одного месяца до двух недель. На сегодня возмещение уже получили 755 зарегистрированных бизнесменов. Касамжимар Токаев принял Акима Алматы. Об этом сообщает пресс-служба аккорды. Как отметил Ербулат Досаев, до 10 марта будут удовлетворены 90 процентов заявок субъектов МСБ. По итогам встречи также глава государства поручил подготовить предложение по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда. Политика открытых дверей для иностранных инвестиций остается стратегическим приоритетом Казахстана. Об этом заявил президент на внеочередном заседании Совета иностранных инвесторов. Касамжимар Токаев, который раз подчеркнул, что государство и дальше будет в полной мере выполнять свои обязательства и гарантии перед партнерами и теми, кто готов вкладывать в развитие нашей экономики. Мы сейчас понимаем, что январские события вызвали некоторую степень неопределенности для наших инвесторов. И поэтому я лично хотел бы внести ясность и рассказать о дальнейших направлениях нашей инвестиционной политики. Январский кризис не влияет на нашу приверженность принципам рыночной экономики, верховенства закона и соблюдения международных и внутренних обязательств. Даже наоборот, он стал триггером для дальнейших улучшений. По словам главы государства, Казахстан сегодня проходит через масштабную трансформацию, подобно той, которая была в 90-х. Фундаментальной основой нового курса страны станет верховенство закона, которое будет применять ко всем без исключения. С настоящего момента принципиальной идеей, стоящей в основе экономических реформ, будут не абстрактные цифры роста ВВП и места в глобальных рейтингах, о повышении дохода и стандартов жизни наших граждан. Конечно же, эти задачи не могут быть достигнуты без формирования нового класса предпринимателей и притока высококачественных инвестиций. Наши обещания гражданам и частному бизнесу состоят в том, что мы будем избегать фаворитизма, предпочтений, коррупции, олигополии. Все это будет реализовано в полной мере. 12% от всей производимой электроэнергии в Казахстане к 2035 году возможно будет приходиться на долю атомной энергетики. Добиться этой цели, говорят специалисты, поможет АЭС суммарной мощностью 2,4 гигабайта. Новый источник базовой генерации, как сообщили в Минэнерго, позволит устранить существующий дефицит и полностью обеспечить запросы потребителей. К слову, в Казахстане имеется весь потенциал для развития атомной энергетики, считают специалисты. Мы лидируем в мире по объему добываемого природного урана. Сейчас доступны услуги по его изотопному обогащению. Только в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода было открыто предприятие по выпуску готового ядерного топлива для китайских АЭС. Сейчас профессионалы сферы проводят комплексную исследовательскую работу. В настоящее время в Казахстане проводятся исследования по возможности развития атомной энергетики в Казахстане на основании природно-климатических факторов и возможности влияния АЭС на окружающую среду. Ведется активное изучение шести мировых поставщиков ядерных технологий. Это американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии. Изучение проводится по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости атомной станции. Ставка утилизационного сбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана. Роман Скляр подчеркнул, что полностью отказываться от утильсбора страна не будет. Это может привести к дискредитированию отрасли машиностроения, а в республику начнут возить так называемый автохлам. Кроме того, он добавил, что средства в сумме более 200 миллиардов тенге, накопленные от взимания утильсбора, будут использованы во благо населения. В частности, 100 миллиардов направят на льготное автокредитование отечественного производства по 4% годовых и нулевым первоначальным взносом. Ожидается, что более 70 тысяч казахстанцев смогут приобрести транспорт по доступным ценам. Покупать автобус, платить с определенной процентной ставкой для наших перевозчиков будет накладно. Они перенесут это на стоимость проезда, что тоже нежелательно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам. Таким образом, мы будем стимулировать наши отечественные производители, и эти средства будут работать на благо граждан. Довести долю переработанного пластика до 40% к 2030 году. Такую амбициозную задачу ставит перед собой Казахстанская ассоциация по управлению отходами. Для понимания, на сегодня в стране этот объем едва достигает 22%. Специалисты сферы собрались на конференции в столице, чтобы обсудить, как добиться таких результатов и ответить на вопросы. Что мешает развитию циркулярной экономики в Казахстане? Каковы новые возможности развития в секторе отходов пластика? И что повлечет за собой реформирование системы РОП? Отметим на сегодня в республике всего несколько десятков предприятий, которые занимаются сбором и переработкой полимеров. По словам собравшихся, это не только проблема Казахстана, но и всего мира. Ежегодно на планете образуются до 2 миллиардов тонн бытовых отходов. Выход – циркулярная экономика, считают специалисты. Пластик состоит из полиэтилена, полипропилена, полиэтилена низкого давления, высокого давления и других целое семейство полимеров, которые, собственно, общим названием образуется пластик. Для каждого вида есть определенная доля переработки, но самое главное – сложность его собрать. У нас, вы знаете, введен с декабря месяца контейнерный сбор, двухконтейнерный сбор. Поэтому всему населению нашим, всем нашим жителям, хозяйкам, домашним хозяйствам, семьям нужно разделять. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал стороны конфликта в Украине к немедленному прекращению огня. Он выразил серьёзную обеспокоенность последними событиями в этой стране и призвал к диалогу. «Мы продолжаем поддерживать народ Украины через наши гуманитарные операции и усилия для поддержки прав человека. В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства закона. Нам нужны сдержанность и разум. Нам нужна деэскалация сейчас». Уровень вакцинации в Испании заметно снизился за последние недели. На сегодня оба компонента препарата от коронавируса получил 91% населения страны старше 12 лет. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что эта цифра сопоставима со многими другими европейскими государствами, она почти не изменилась за последние 10 дней. По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями, третью дозу вакцины получили 49,5% населения, подавляющее большинство из которых пожилые или уязвимые. Еще ниже показатели среди молодежи. В США, Израиле, Чехии и других странах, которые ранее занимали верхние строчки по распространению коронавируса, снижается количество заболевших. В ВОЗ это связывают с растущим числом вакцинированных. В связи с этим европейские государства отменяют ковидные ограничения. Так, к примеру, уже с 25 февраля практически все меры снимают Нидерланды. Все заведения смогут вернуться к обычному режиму работы, отменяют и санитарные пропуска, однако не исключается возобновление их использования в ситуациях, где они могут пригодиться. Они сохранятся также для путешествий за границу. В Казахстане одобрили применение российской вакцины против коронавируса. «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Этот препарат, в отличие от ряда зарубежных производителей, которые используют ту же дозировку, что и для взрослых, специально адаптирован для детей. По последним данным, свыше 465 тысяч подростков в республике привиты против коронавируса. В настоящее время для этой цели используется препарат «Пфайзер». Кроме того, в Казахстане полностью прошли иммунизацию двумя компонентами 8 951 617 человек. Что касается эпидемиологической ситуации в стране, за последние сутки выявлено 598 заболевших. В антилидерах по-прежнему Алматы в мегаполисе зарегистрировано 206 инфицированных. Далее следует столица. Здесь выявлено 69 заразившихся и замыкает тройку. Северо-казахстанская область в регионе зафиксировали 62 заболевших. С начала распространения пандемии количество выявленных в стране случаев коронавируса превысило 1 миллион 300 тысяч. Поток туристов в Казахстан растёт, особенно после снятия ковидных ограничений. Как отмечают в «Казахтуризме», только за прошлую неделю в страну прибыло свыше 3,5 тысяч иностранцев. Кстати, внимание к туристической отрасли в республике сейчас повышенное, как и поддержка сферы. Уже собран пол из 191 проекта. Объём инвестиций составит чуть менее 3 триллионов тенге. Подтверждена программа «Знака качества». Обследованы 3 300 объектов туризма по детско-юнинскому городскому акватуризму, маршруту «Шёлкового пути». Разработаны рекомендации по развитию новых продуктов. «Казахтуризм» также работает по привлечению международных мероприятий в Казахстан. Уже подтверждено проведение 12 международных мероприятий на 2025 году с участием 5 тысяч иностранных делегатов. Каждое второе мероприятие «Казахтуризм» посвящено продвижению туристского потенциала страны. При этом делается упор на цифровые инструменты, а вот эти и пиары. Отметим, туристические объекты Казахстана неоднократно были отмечены за рубежом. Так отечественные гостиницы и гостевые дома становились лучшими по версии глобального издательства «Лонли Пленет». «Телеграф» отметила нашу страну как динамично развивающуюся турдестинацию, и Алматы как топовое городское бюджетное направление на 2022 год. А национальный парк Кольца и Кульдеры и поселок Сатэ получили Оскара мирового сельского туризма. Как создать с нуля ролик и уверенно держаться в кадре. Развивать свои способности и осваивать новые навыки детям помогают в творческой школе в Алматинской области. Желающих, а их почти 200 человек, обучает основам кинематографа и создания клипов, а также ораторского искусства. «Я мечтаю стать профессиональным клипмейкером, снимать короткометражные фильмы, поэтому пришла сюда. Нас учат профессионалы, мы уже пытаемся свои съёмки делать». «У нас здесь созданы все условия. Есть техника, компьютеры, фотоаппараты. Учим детей монтировать в специальных программах, обучаем их полностью». Всего в творческой школе работают 11 кружков. Записаться в тот или иной из них можно в онлайн-режиме. К слову, проект реализуется областным управлением культуры в рамках подушевого финансирования кружков из секции. Государство оплачивает 12 посещений ребёнка в месяц. «Это впервые. Около двух месяцев моя дочь сюда приезжает. Она записана в ораторский клуб. Ей нравится здесь. Хорошие сдвиги. Для детей развитие. Я сам педагог. Для детей это полезно. Дети развиваются и морально, и духовно».